Подводя итоги работы Комитета по труду, занятости и социальной защите за 2014 год, его председатель Михаил Аксеневич подчеркнул, что несмотря на непростую ситуацию, которая в настоящее время сложилась в экономике, падение уровня жизни населения не допущено. И это самое главное. Стабильность на рынке труда, укрепление материальной и технической базы объектов социальной направленности, улучшение условий работы на предприятиях и в организациях, выполнение прогнозного показателя по уровню заработной платы, положительную динамику удалось сохранить по многим показателям социального развития. Если оценивать работу системы Комитета за прошлый год, то в целом нужно сказать, что определенные результаты были достигнуты. Самое главное, что была стабильная ситуация на рынке труда, своевременно обеспечивалась выплата заработной платы, начислялись пенсии и пособия. Многое сделано в социальном развитии. И прошлый год был не исключением по укреплению материальной и технической базы наших учреждений, но вместе с тем мы основной акцент сделали на развитии новых инновационных форм и технологий в социальном обслуживании населения. Пристальное внимание Комитета в минувшем году было уделено предприятиям, которые работали в неполном режиме. Проверку на устойчивость к внешним факторам, к сожалению, удалось пройти далеко не всем субъектам хозяйствования региона, что повлекло за собой определенные проблемы в части занятости населения, а также оплаты труда. Деятельность Комитета в связи с этим была направлена на поддержку граждан, а также помощь в их трудоустройстве. За прошлый год нам удалось трудоустроить 24 тысячи граждан, в том числе 17 тысяч безработных. Особое внимание в прошлом году уделялось, конечно, вопросу предприятий, работающих в неполном режиме работы. В этой ситуации мы предлагали нашим гражданам участвовать в общественных работах, а также вопросы, связанные с временной занятостью. Трудоустройство граждан наряду с поддержкой людей из социально незащищенных слоев – одна из важнейших задач, которые стоят перед Комитетом и в текущем 2015 году. Особенно учитывая тот факт, что при принятии мер по борьбе с социальным иждивенчеством число безработных ожидаемо резко возрастет. Мы ожидаем, что на рынок труда придут граждане, которые вернутся из Российской Федерации, тем более ситуация там тоже складывается таким образом, что идут сокращения. Поэтому будут возвращаться и будет решаться вопрос именно уже по трудоустройству этих граждан. И это одно из направлений нашей работы, одно из важнейших направлений нашей работы в текущем году.